и снова не уроки мая 2018 и еще новые фишки погнали смотреть так откроем сферу вот такая сфера опять и опять skyл прибавляем все это дело теперь можно отключить alt левая кнопка мыши крутит правая кнопка мыши приближает и alt зажатое колесико вводит по экрану так продолжаем по деформу лазить так tension прикольная штука и вот для чего потом tension понадобится я сейчас объясню так latik вот есть функция сначала мы переключаемся правой кнопкой мыши на фейсы или вертекс и давайте на вертекс и все это дело выделяем заходим в deform жмем latik и получается у нас высвечивается вот такой куб вот так он выглядит прикольно так я сейчас отключаю сетку не мешал мне и вот такая штукенция вот так она выглядит сверху и и вот так она выглядит сбоку надо теперь ее как-то запустить потому что если вы что-то захотите делать в принципе будет двигаться все и вся надо теперь нажать правую кнопку мыши и выбрать latik point вот вы видите что на латики вершины выделились и вот теперь мы с ними можем работать допустим середину так выделим и попробуем skylam ну как-то не знаю вот так что ли чуть подтянуть чуть где-то уменьшить где-то может растянуть ну такая штука получается теперь переключаемся на сам примитив и включаем транспорс и вот вы видите вылазит залазит так я подальше отведу вылазит и залазит вот такая прикольная штука как теперь ее сохранить да вот когда вы нажали на примитив жмете вот на эту функцию называется на delete by tape все удаляется именно вот этот латик и вы можете работать с этой сферой для чего нужен латик опять же ctrl z ctrl z так переключимся на сам латик выделим ему латик point и вот допустим вы начали делать персонажа чем вытягивать все это вертексами полигонами там где-то что-то пошло где-то не пошло можно сделать вот таким вот образом как вариант вот что-то вы так отмечаете где-то что-то вот так отводите вот эту часть можно выделить где-то что-то допустим перекрутить и потом все это дело допустим увести вот так вот вдаль следом можно выделить вот эти вот части и их можно немножко вниз здесь немножко их подать в бок шею уже можно потом будет доделать ну и немножко оформить череп вот эту часть вот таким вот образом вот так где-то ну вот эту часть можно немножко то ли так сделать эту часть можно подать вот так посмотреть что тут творится спереди это можно отзеркалить не проблема если где-то что-то вы зацепили так вот вот так эту часть один вертекс выделяем и отводим где-то вот так вот в бок потом выделяем второй вертекс подкорректируем ну немножко можно череп подкорректировать где-то вот таким вот образом так вот здесь где-то вот так опять же делайте приблизительно потом все равно это дело выделили выровнит уже именно симметрия вот где-то вот так можно все подогнать чуть-чуть подкорректировать вот здесь уже можно добавить нос здесь можно проработать челюсть добавить уши где-то что-то вытянуть уже в скульпинге в принципе уже болванка головы может вырисоваться прямо неплохая ну а теперь жмем опять же дэвид бай ты так сначала переключаемся на примитив и дэвид бай ты вот такая штука и все здесь вы уже можете смело что-то делать что-то добавлять пролепливать глаза добавлять нос рот можно уже нарисовать челюсть чуть-чуть оформить это в этом вам уже скульптинг поможет вот эта функция и вот эти все кисточки ну вот где-то в таком духе прикольная штукенция для чего нужен будет в деформе тенсин вот этот а это чтобы когда вы это дело все включите перейдете так допустим пока на вертиксы выделяем жмем деформ и тенсион ставим и уже можем работать именно мягко вытягивать вы видите как мягко вытягиваются бока работать можно уже с симметрией потом где-то что-то вот в таком духе вот уже вырисовывается прикольный персонаж вот такая стукенка где-то включим сейчас давайте попробуем симметрию по иксу и вот так все это дело не хочет работать почему-то значит не по иксу по игреку не по игреку я сбил именно как стоит у меня модель ну ничего страшного ладно потом разберусь вот так все это дело можете выдвигать задвигать корректировать так чуть-чуть еще мягенько и отведем ну а дальше здесь вам уже фейсы помогут можно наметить допустим через shift так что тут убираем пока транспрос и через shift можно вот так допустим уже выделить глаза где-то потом подтянуть контрол е вы выбираете ставите подвисает меня уже компьютер устал писать ролики вот выбираете контрол е и допустим устаял немножко все это дело вглубь вводите вот таким образом вот у вас уже намечены глаза если вы перейдете все начинает уже подтуплять ну не беда сейчас главное объяснить так теперь вот где-то что-то порвало но это не беда так теперь вертекс и открываем и вот можно теперь выделять вот допустим вот этот вертекс и можно его немножко приподнять этот опустить допустим можно выбрать добавить еще ну вот в этой функции наверное наверно уже можно поработать бы мультикат добавить вот здесь уже какие-то лупы выделить нос и все это дело потом вытягивать вот такая штукенция все заканчиваю ролик потому что начинает у меня что-то тут глючить поступлять так если где-то что-то у вас порвалось опять же повторюсь открывайте эджи нажимаете на ребро находите мэш и в мэше можно фулл холл вот эту часть так вот так не хочет выбираться object mode эджи так или попробовать вертексом так что тут у нас вообще произошло можно попробовать вертексом все это дело немножко под закрыть нехорошая ситуация но поправимая все всем пока до свидания вот принцип вот такой можно сделать поменять тут сетку и так далее но это уже в следующих уроках не уроках точнее роликах покажу все всем до свидания